Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг-М». На нашем канале мы разбираем моторы, коробки, рассказываем все об их устройстве, а также об устройстве других б.у. запчастей. Помимо всего этого мы эти запчасти продаем. Продаем мы их с честной гарантией и быстрой доставкой со своих разборок в Европе. Вы просили Hyundai. Итак, встречаем двигатель Hyundai 1.3 с Hyundai Getz. Двигатели Hyundai объемом 1.3 относятся к большому семейству Alfa. В это семейство вошли двигатели объемом от 1.1 до 1.6. Все эти двигатели являются лицензионной копией Mitsubishi и выпускались с 1992 по 2011 год. Естественно, эти двигатели неоднократно модернизировались. Вот этот двигатель объемом 1.3 Hyundai выпускался с 2000 по 2009 год. Стался на Hyundai Accent 2 и Getz, а также наклоны для дальневосточного рынка. У этого двигателя 4 цилиндра, один распредвал, 12 клапанов, то есть по три клапана на цилиндр. Впрыск инжекторный, распределенный, присутствуют гидрокомпенсаторы, блок чугунный и развивает он 83 лошадиных силы. Этот двигатель простой и неприхотливый и способен без проблем пройти 300 тысяч километров. Единственное, что ему надо, это хороший бензин и хорошее масло. Посмотрим, в каком же состоянии этот двигатель снятый с Hyundai Getz 2003 года с пробегом 160 тысяч километров. Кстати, двигатель-то у нас не товарный. Специально для вас под разборочку. Опоры двигателя ходят 150 тысяч километров. Подлежат замене, когда по кузову начинают разноситься вибрации постоянные либо в определенном диапазоне оборотов. Датчик абсолютного давления и температуры воздуха во впуске может стать причиной повышенного расхода топлива. Он легко лечится. Достаточно просто снять его и прочистить специальным средством. Гофроприемные трубы глушителя являются слабым местом и причиной загорания чек-энжи на приборной панели. Дело в том, что гофра прогорает, выхлопные газы уходят и, естественно, их не видит задний датчик кислорода. Следовательно, состав выхлопных газов с точки зрения задней лямбды меняется. Двигатель переобогащает топливную смесь и появляются соответствующие ошибки, указывающие на неправильное смесеобразование и экологию. Конечно же, в подкапотном пространстве будет присутствовать запах выхлопных газов. Катализатор развалится от переобогащенной смеси. Стартер ходит порядка 150 тысяч километров. Обычно он сдается в сильные морозы. Стартер можно отремонтировать либо купить БУ, естественно, в «АвтоСтронге». В подкапотном пространстве на правой арке присутствует механический выключатель подачи топлива. По сути, это выключатель, который выключает бензонасос. То есть, если машина перевернулась либо же от сильного удара. По сути, он представляет собой кнопку под резиновым защитным колпачком. Он может сработать при сильной встряске и отключить цепь бензонасоса. Владелец должен об этом знать и об этом написано в инструкции по эксплуатации автомобиля. Его надо просто вернуть в исходное положение. Также может так случиться, что провода к этой кнопке корродируют либо же в ней просто пропадает контакт. И тогда мотор, а точнее бензонасос, не подает признаков жизни. На двигателях 1 и 3 слабыми местами являются сальники коленвала. То есть, задний сальник коленвала и передний сальник коленвала могут давать течь маслом. Затем течь масла может давать прокладка клапанной крышки, а также заглушка в ГБЦ. Мы не только вам даем те двигатели, которые вы просите, но еще даем вам Пашу, когда вы просите. Встречаем, Павел. Здравствуйте. Субтитры сделал DimaTorzok Дроссельная заслонка с тросовым приводом. Регулятор холостого хода находится отдельно от нее. Обычно с заслонкой никаких проблем не случается. Но если двигатель начал вяло откликаться на педаль акселератора, значит заслонку надо чистить. Также можно отметить, что датчик положения заслонки съемный. Иногда он выходит из строя и его надо менять, когда датчик не видит небольшие углы отклонения заслонки. Если возле заслонки много и быстро собирается масло, то значит проблема в двигателе, а именно в системе вентиляции картерных газов. Также это может быть из-за того, что маслосъемные кольца залегли. Также при установке заслонки не забудьте поменять прокладку на новую, потому что старый может пропускать воздух, из-за которого будут плавать холостые обороты двигателя. Регулятор холостого хода нуждается в чистке, когда при отпускании педали газа обороты падают неплавно, то есть с рывками и плаваниями. Форсунки нуждаются в профилактической чистке каждые 50 тысяч километров. Когда форсунки засоряются, то падает мощность, но незначительно владелец даже может этого не заметить. Это более видно на шоссейных скоростях. Форсунки надо чистить специальным чистящим средством и желательно подключать к ним 12 вольт для того, чтобы чистить форсунки в рабочем состоянии и контролировать распыл. В редких случаях форсунки при загрязнении начинают лить топливо, а не распылять его. Из-за этого топливо может попасть в масло и вот эта смесь очень пагубно влияет на пары трения двигателя. Паша, мне все носит, носит, достал уже, если честно. Подергивание двигателя на малых оборотах, снизившаяся мощность, неуверенный набор этих самых оборотов, ошибки, указывающие на пропуске зажигания, всему виной либо свечи, либо катушки, либо высоковольтные провода. А также контакты на свечах. Моргающий чек engine как раз указывает на пропуске зажигания. Катушки недолговечные, а именно из-за того, что в них разваливается пластиковый корпус со временем. Ремень ГРМ надо менять каждые 60 тысяч километров. Бывали случаи, что он рвется на рубеже срока службы. Его желательно менять вместе с помпой. Помпа недолговечная и может потечь в середине срока службы ремня. Если этого не сделать, то, когда меняете помпу, придется менять ремень снова и, соответственно, натяжной ролик. Заметьте, один из болтов помпы находится прямо за натяжным роликом. Что и требовалось доказать. Мотор у нас не товарный. Под клапанной крышкой все в удручающем состоянии. И что самое интересное, пахнет бензином. Гидрокомпенсаторы на данном моторе могут застучать при пробеге в 200 тысяч километров. Еще они могут застучать из-за слабого давления масла. А слабое давление масла может быть из-за ослабления плунжерной пружины маслонасоса. Гидрокомпенсаторы здесь находятся прямо в роликовых рычагах. Мотор. Давай. По состоянию у нас здесь все хорошо. Нет прогоревших клапанов и нет посторонних отложений, таких как масляный нагар. То есть у нас все ок. Вообще жор масла не обходит многие бензиновый двигатель. Не обходит он и вот этот двигатель. В нем дубеют маслосъемные колпачки. Маслосъемные колпачки обычно дубеют к пробегу в 200 тысяч километров. Попавшее в камеры сгорания масло может покрывать свечи и тогда мы получаем проблемы с воспламенением. Ну а если двигателю не повезло с обслуживанием, то могут также залечь маслосъемные кольца. Обычно это решается раскоксовкой. Вообще в инструкции к этим машинам написано, что сжор масла может быть литр на тысячу километров. Ну а у нашей ГБЦ проблем с маслосъемными колпачками нету, потому что стержни клапанов у нас сухие. На первый взгляд у нас все хорошо. То есть присутствует хон и также присутствует небольшая побежалость на стенках цилиндров. Но при детальном рассмотрении, я так понимаю, из-за плохого масляного сервиса уже начинаются виднеться задиры в виде минимальных вертикальных рисок. Как мы говорили ранее, если начали стучать гидрокомпенсаторы при пробеге в 200 тысяч, например, то надо делать ревизию маслонасоса, а именно поменять вот эту пружинку и плунжер. Hyundai предлагает более длинную пружинку для замены и, следовательно, модернизированный плунжер с поперечной канавкой. Плунжер изнашивается на одну десятую миллиметра и этого достаточно для того, чтобы гидрокомпенсаторов не хватало масла. Заменить плунжер и пружинку очень просто. При любой замене масла просто скидывайте поддон и меняйте за минуту все это хозяйство. По состоянию внутри поршней мы видим масляную грязь. Компрессионные кольца не залегли, а вот маслосъемная с оригинальной пружинкой-расширителем залегла. Ну и как ни странно, вкладыши у нас в отличном состоянии. А вот более нагруженным коренным вкладышем пришел пушной зверек Песец. Ну и аналогичная ситуация у нас по коленвалу. То есть шатунные шейки у нас в порядке, коренные с задирами. И подытожит всю ситуацию наш Паша. Не походит. Вот такой простой, неприхотливый и надежный моторчик мы сегодня разобрали. Не экономьте на моторном масле и все будет отлично. Если вы хотите знать о моторах и коробках, то обязательно подпишитесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт. Покупайте у нас отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».